Дамы и господа, сегодня сравниваем красивую колонку и хорошо звучащую. Хотя, по-моему, можно по-другому сказать. Сегодня сравниваем Marshall Acton 2 против Edifier D12. Хотя, по-моему, смысл слов никак не поменялся. Ну да ладно, я вам сегодня покажу, как это все звучит, дам послушать. А сейчас моя супруга повятит обе колоночки в руках. Колоночка от Marshall приходит вот такая вот большая и красивая. Настолько большая, что даже не вмещается в экран. Ну а на задней стороне мы видим, что здесь один 30-ваттный сабвуфер и усилитель класса D. Здесь два твиттера по 15 ватт, блютуз и все дела. Короче, стандартный набор для вот таких вот колоночек. Внутри все упаковано довольно-таки надежно, не повредится. Производитель положил макулатурку. Колонка подключается к розетке, здесь нет аккумулятора. Ну и, собственно, вид колоночки. Вы сами видите. На мой взгляд, просто бомбезно. Вот что умеет делать Marshall, так это внешний вид. Очень солидно, красиво и стильно. Такой приятный премиальный вид. Фазоинвертор на задней стороне. Есть ножки, чтобы никуда она от вас не упрыгала. Ну и сверху включаем-выключаем. Также можем настроить громкость. Можем настроить уровень баса, а также высоких частот. Есть индикаторы подключения по блютузу и по ауксу. Ну то есть с помощью обычного 3,5 мм джека. Ну и самое интересное теперь. Теперь включаем ее и вот такая вот подсветка загорается. На мой взгляд, вот красненький цвет может быть не самый лучший в данном случае. Если бы он был каким-нибудь таким приятно желтеньким, ну ламповости бы еще добавилось. Хотя, честно скажу, и красный смотрится очень здорово. В общем, вот по таким вот ощущениям тактильным, а также визуальным, на мой взгляд, просто топчик. Ну и нужно сказать, что колонка сама по себе небольшого размера. Значит, достаточно неплохо впишется в любой интерьер. Ему не потребуется много места. Гриль у нее не снимается. Так что сами посмотреть что-то внутри не получится, если ее не разбирать, конечно. Но, повторюсь, выглядит очень здорово. Да, посмотрите, как вот светится это все. На мой взгляд, ну очень круто. В стиле вот этих вот старых, олдовых комбиков от Маршалла. Собственно, компания и стала известна, когда делала вот эти самые комбики для профессиональной акустики, расположенной на сцене. Сценическую аппаратуру они раньше делали. Ну а колоночка от Edifier совсем большая и совсем не вмещается в кадр. Упаковано все тоже хорошо. Повредить ее не сможет даже Почта России. Хотя, возможно, что я их недооцениваю. Пультик имеется, что большой плюсик. Проводочков тоже не пожалели. Здесь есть провода для подключения к телевизору, потому что эта колоночка может выступать в паре и с ним. Но на самом деле подключить ее можно куда угодно. Если сравнивать с Маршаллом, колонка от Edifier раза так в полтора больше. Ну и сразу видно, что не такая красивая. Хотя, если снять с нее гриль, к сожалению, я забыл это сделать прямо сейчас, поэтому просто взгляните на скриншотики с сайта. Она будет смотреться более брутально. Но еще у нее есть разные расцветки. Есть белая, есть под дерево. Ну, на мой взгляд, у меня не самый красивый экземпляр из этой серии. Так что, ну, здесь на вкус и цвет. Колонка Маршалл мне понравилась внешне больше. Ну и у Edifier есть варианты красивее, чем этот. Также есть ручки регулировки громкости, тембра. Соответственно, можем и бас подкрутить, и высокие частоты. Материалы здесь не настолько типа элитные. Нет такой имитации под кожу. Подсветки нет. Вот такой вот красивый. Только светодиодик на передней панели светится. Короче, эстетически колонка Edifier явно проигрывает. Ну и передняя панель как бы довольно-таки скучная. Я уже не раз критиковал Edifier за дизайн. Они как бы стараются в звук. Но вот дизайн, на мой взгляд, в обычной серии колонок у них такой себе. Если взять S-серию, например, Edifier S3000 Pro, она уже смотрится очень круто. Ну и, естественно, серия Airpulse у них тоже смотрится очень круто. Кстати, вот что интересно. Буквально за несколько дней до записи этого ролика я посмотрел анонс в ВКонтакте в группе Edifier. У них Airpulse в таком же формате одной колонки вышли. Конечно, там бешеная стоимость. Но и отделка, на мой взгляд, не хуже, чем у тех же самых Marshall. И дизайн не хуже. Но мы сейчас говорим о бюджетной серии. Вот эта колоночка стоит, например, порядка 10 тысяч рублей. Кстати, Marshall стоит порядка 20, а кое-где и выше, там, до 28 тысяч рублей доходит. То есть вот за 8, за 10 тысяч рублей, на мой взгляд, все не так плохо. Хотя, повторюсь, опять же, да-да-да, Marshall выглядит безусловно круче. Только здесь нужно определиться, вам как бы шашечки или ехать. Потому что одно дело, ну, понимаете, да, чтобы красиво было, а другое дело, чтобы звучало хорошо. И я вам заранее скажу, в виде Airp по звучанию не сели в лужу. А вот по дизайну, ну, как бы, ничего плохого, но, на мой взгляд, можно было сделать и поинтереснее. Да, совсем забыл сказать, мощность здесь на 10 ватт больше, здесь 70 ватт. И здесь два басовых динамика и два твиттера для высоких частот. Так что оснастка по звучанию покруче. Ну, а теперь давайте послушаем, как звучит каждый из них в сравнении. Самое главное, не забывайте, что это перезапись. Сравнивать будем с оригинальным файлом. И, естественно, оригинальному файлу проиграют обе колонки. Но, тем не менее, у вас сложится хотя бы понимание о разнице их звучания между друг другом. И, естественно, оригинальному файлу проиграют обе колонки. И, естественно, оригинальному файлу проиграют обе колонки. И, естественно, оригинальному файлу проиграют обе колонки. опроса на очень хороший стереодиктофон. Ну, просто хотя бы потому, что это не профессиональная акустика, и здесь никто не будет пытаться добиться идеального расположения или чего-либо еще. И одна и другая колоночка, скорее всего, будут у вас либо в спальне, либо на кухне, где никто не соблюдает всех требований профессиональной акустики. А теперь давайте разберем амплитудно-частотную характеристику. Белая линия – это идеальный сигнал от 20 Гц до 20 кГц, зеленая линия – это ATFIR, а синяя линия – это Marshall. Ну и начнем с низких частот. Естественно, у таких колонок, у таких небольших колонок, глубоких низких частот быть не может. И мы видим, что обе колонки играют приблизительно не ниже 70 Гц. Однако вы видите, что зеленая линия, значит колонка ATFIR, заходит несколько глубже. То есть баса у нее по глубине больше. Средние частоты, я считаю, у обеих колонок приблизительно равны. Они, не сказать, что ровные, ну и ничего ужасного на серединке нет и у одной и второй модели. А вот на высоких частотах, точнее на их начале, есть вот пик на колонке от Marshall. Он будет выражаться в том, что этот диапазон будет звучать несколько ярче и громче, чем на колонке EDFIR. И это может не всем понравиться. EDFIR же здесь более ровный. Но самое главное различие на высоких частотах, особенно в их конце. Мы видим, что зеленая линия заходит практически до конца слуха человека, то есть 20 кГц. А вот колонка от Marshall после 10 кГц сразу просаживается по громкости вниз. А значит все инструменты, которые здесь находятся, можно сказать, на Marshall звучать попросту не будут. Ну или будут очень-очень тихо. А вот колонка от EDFIR здесь звучит на такой же громкости, как и практически по всему диапазону. И это очень хорошо. Если учесть, что колонки записывались не на специальный измерительный микрофон, как я делаю это обычно, а на стереомикрофон. Естественно, у нас не получилось более-менее ровная АЧХ, даже если бы она здесь была. Но тем не менее, даже то, что получилось, с учетом того, на что это записывалось, и с учетом того, что эти колонки как бы не претендуют на мониторную АЧХ, на мой взгляд, она выглядит очень неплохо в обеих моделях. Однако, все-таки у EDFIR более глубокий бас и гораздо более продолжительные высокие частоты. А теперь добавим на график оранжевую линию этой колонки EDFIR с выкрученными тембрами на максимум. И, соответственно, фиолетовую линию, те же тембры, выключенные на максимум у колонки от Marshall. Ну, картина повторяется. У нас несколько больше стало баса на EDFIR, как и должно быть. Его больше стало и у Marshall. То же самое коснулось и высоких частот у EDFIR и у Marshall. Они поднялись, собственно, выкрутили тембры, так и должно быть. Но при этом у колонки от Marshall это хоть как-то выровняло басы, ну, то есть сделало их чуть более яркими. И хоть как-то выняло высокие частоты. Теперь они, ну, не совсем так вот провалились, как это было на ровных тембрах. Поэтому с выкрученными вот этими ползунками колонка от Marshall стала слушать хоть как-то возможно. Но при этом у EDFIR сохранилось все те же самые плюсы. Ну, у нас получилось поднять эти частоты еще выше, если вам это понадобится. Ну, а по итогу EDFIR просто стал еще лучше, а Marshall стал, ну, хоть как-то звучать. С объективной частью закончили, теперь мое субъективное мнение. И на самом деле здесь все просто. Как я вам уже сказал в начале ролика. Одна из колонок красивая, это Marshall. Да, она действительно очень красивая. И, естественно, если бы я выбрал колонку исключительно по красоте, однозначно я выбрал бы ее. А другая, а именно EDFIR D12, мало того, что лучше звучит, так еще и стоит в два раза дешевле. Всем здравствуйте, подписчики Михаила. Сейчас мы с Михаилом прослушали вот эти две колоночки. Ценовой диапазон у них разный. По звуку они приблизительно звучат одинаково. На средних, если возьмем Marshall, на средних настройках она проигрывает вот этому EDFIR. Извините, если я неправильно ее называю. Вот, вроде как выкрутили все Bass and Travel на максималку, вроде звук появился. Ну, такой идеальный, хороший, неплохой вариант для кухни. Послушать к ней в каком-то небольшом помещении. Это примерно то же самое колоночка. Но у нее такой плюс есть, ее можно подключить к ней. Пару колонок дополнительных к ней. А также ее можно подключить к телевизору, если даже, допустим, мы ставим ее, эту колонку, на кухню. Можно подключить к телевизору. И пару колонок по бокам еще поставить. Да, даже просто как саундбар, по сути. Да, это, как можно сказать, как это саундбар. Ну, тут я не знаю. На максималках по звуку мне чуть больше понравилось это. А по функционалу мне нравится вот это больше. И, наверное, я бы выбрал себе вот эту Edifier колонку. Поставил бы я ее себе. За счет того, что у нее чуть больше функционалов, чем у Маршалла. Ну, вот у меня у телевизора, там за гирляндой видно, центральный канал стоит. Вот его можно поставить как центральный канал. А с Маршаллом такое не сделаешь. Ну, вот так вот. Мне больше понравился, потеплее звучит Edifier. И у него помасштабнее все-таки звук. Ну, и размер-то побольше все-таки. А у Маршалла все-таки, ну, поменьше звука по масштабу. И она сама по себе поменьше. В целом, нет, на выкрученных басах и высоких она звучит, ну, достаточно неплохо. На мой взгляд, все равно немножко проигрывает Edifier. Не сильно, но проигрывает. Маршалл подойдет людям, тем, кто любит красоту. На самом деле она выглядит красиво. Да, она вот прям вот четко, вот этот золотой, не золотой цвет, у нее плюс сетка, золотые буквы. Особенно вот эта сетка всегда мне напоминает старые эти... Ну, комбики. Нет, вот помнишь, раньше были старые такие большие ламповые радио, а там еще вот эта крышка открывается и проигрываете. Вот у них примерно на динамиках такая же сеточка стояла. Вот виду Маршалл, мне всегда вот Маршалл напоминает... Внешне Маршалл, конечно, приятнее, никто не спорит. Эдифары попроще выглядят. Материалы попроще здесь, здесь типа эко-кожа какая-то, так сказать, наверное. Выглядит дорого-богато на самом деле, но это только с виду. По звуку, ну, наверное, предпочтение вот сюда. И по функционалу. При этом, на мой взгляд, адекватно будет понимать, что обе из этих колонок не претендуют на то, чтобы относиться к какому-либо хай-фаю. Эти колоночки прежде всего будут где-нибудь ненапряжно для фона играть для вас любимую музыку. Это не тот случай, когда вы будете вслушиваться в детали, пытаться разобрать все тембры, ну, в общем, ударяться во всякую аудиофилию. Это фоновая акустика, и, на мой взгляд, обе колоночки с этой ролью справляются на ура. Однако, вот это самое ура, на мой взгляд, у Эдифайра удалось несколько лучше. Ну, бас поплотнее, попродолжительнее, высокие частоты однозначно продолжительнее. Да, может быть, не такая яркая, за счет того, что там более ровная АЧХ, но, с другой стороны, более правильно звучащая. Да и в целом, у Эдифайра масштабненький звук такой, я вот именно в уменьшительно ласхательном наклонении все это говорю, потому что, естественно, это не какая-то большая акустика, но если Marshall звучит как реально какая-то небольшая колоночка, то колонка от Эдифайра хотя бы пытается звучать масштабно, и у нее даже получается. Кроме того, колоночку Эдифайра можно использовать как саундбар или даже центральный канал вашей акустической системы. А вот с колонкой от Marshall такое, увы, не произойдет. Входов у нее нет таких, это просто блютуз-колонка. Ну и что касается нюансов звучания, здесь все достаточно просто. Эдифайра более теплая, более такая, знаете, ламповая, а Marshall такая более звонкая и, опять же, менее масштабная в том числе. Но, тем не менее, на мой взгляд, на выкрученных настройках эквалайзеров, вот эти самые крутилочки наверху из каждых колонок, если Эдифайра прекрасно звучит, в общем-то, на любых настройках, то Marshall начинает хоть как-то звучать только на выкрученных тембрах в плюс баса и высоких частот. Но при этом она все равно звучит гораздо менее масштабно. Но ходить в какие-то очень глубокие нюансы звучания и в одном и в другом случае как бы бессмысленно, не тот класс. Однако все-таки у Эдифайра хотя бы прослеживается какая-то детализация на высоких частотах за счет того, что они уходят просто-напросто глубже. Она звучит более полновесно и, в общем-то, более полноценно. И там можно как бы пытаться уловить какие-то нюансы. А у колонки от Marshall, ну, просто как бы, да, звучит хорошо, красиво выглядит зато. Вот как-то так оно и получается. Нет, я не хочу сказать, что колонка от Marshall прям паршиво звучит. Она звучит весьма неплохо. Но при этом, если вы хотите колонку за 20 тысяч рублей, которая звучит весьма неплохо, ну, такое. Вот идет по улице блондинка, красивая вся из себя, но ее жизненные приоритеты как-то не очень сходятся с вашими. Да, можно посмотреть, но, в общем-то, на долгие отношения рассчитывать не стоит. А вот Эдифайр, на мой взгляд, может быть, не такая красивая, но при этом будете жить всю жизнь душа в душу. И, по крайней мере, я выбрал бы в данном случае Эдифайр, потому что она лучше звучит. А все-таки за звук мы покупаем акустику, даже если это не какая-то хай-файная или профессиональная история. Ну, а свои выводы, я думаю, вы в состоянии сделать сами. А мне осталось поблагодарить ребят, которых вы сейчас видите на экране, потому что именно благодаря им снимаются честные, информативные и, хочется верить, немножко интересные обзоры. Спасибо вам большое. Если вы хотите поддержать нас, ссылочки будут в описании. Очень за это благодарен. Ну, а мне осталось попрощаться с вами, ну и, конечно, поздравить с наступившим или наступающим Новым 23-м годом. И самое главное, что я хочу вам пожелать в Новом году, это мирного неба над головой. Ну и хорошего звука, конечно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok